всем большой при большой привет я сегодня припозднилась со влогом из-за того что этот это в телеграме немножко возмущалась и ругалась а вообще ругалась я из-за того что очень мало лайков ставите очень плохая обратная связь я уже конечно высказала все я уже наговорилась посуду мать мне дом бардак голову только помыл только вот даже накраситься не успела в общем можете перейти в телеграм-канал посмотреть это все касалось тех людей которые которые смотрят лайки не ставят и комментарии не пишут в общем я была очень сегодня злая возмущенная как смывала смывала и здесь меня вон вижу синячок такой чем ругалась я то что очень мало обратной связи на дзене тоже люди ставят лайки просмотры чаще всего очень большие когда либо покупки только либо еще что-то вот простая семейная жизнь все ну вот как как обычно да как-то все так нудненько лайк ставят все постоянные люди кто смотрит обратная связь просто соотношение подписчиков соотношение лайков соотношения просмотров очень маленькая недовольна я хотела бы конечно же получше вот поэтому так как у меня в телеграме самые адекватные люди и здесь конечно же и в дзене есть и в ютубе есть просто вдруг если кто-то кто не подписан я вот вам рассказывал почему почему я сегодня так припозднилась вчера у нас был поздний ужин потому что выключали свет и я ничего не ночью и вот работала да и ничего посуду не помыла в общем дома бардак срач вот сейчас решила только этим делом заняться даже вот не крашусь ничего не делаю голову помыла просто и все так что я теперь буду злая блогерша я вам скажу я в последнее время себя так ощущаю чтобы не скрывать свои эмоции стараюсь конечно же с любовью с позитивом всем дарить какой-то какое-то спокойствие какой-то радость возможно но обращаю внимание и анализирую с другими блогерами которые ругаются матом вот как света шабов не написала я с ней тогда не согласилась по поводу матерных слов возможно придет время тогда когда я этим займусь не ну вообще конечно это все смех смехом да но когда ты вроде бы для людей стараешься что именно я рассказывала какие-то рекламные сотрудничества да все ну как-то для людей чтобы людям было интересно чтобы они могли посмотреть все это с удовольствием рекомендации какие-то дать полезность какую-то внести во влог не просто показывать как я ем как там не знаю проснулся умылся чуть ли не до туалета до каждый шаг действительно ну что-то интересное в принципе я знаю что это интересно потому что люди подписываются люди смотрят обратной связи конечно очень маловато я не знаю что еще нужно делать вот все вот хайп хайп хайповать что ли начать даже когда выкладываю какие-то провокационные ну не то что провокационные просто какие-то посты возмущения какого-то люди подписчики начинают молчаливые которые чаще всего молчат и не комментируют только в этот момент они проявляют свою активность когда начинаешь говорить как все плохо там грязь вот здесь рач вот лишь бы чтобы было что-то осудить не знаю конечно может быть это я такой человек когда вот я люблю именно что-то такое позитивное чтобы ты зашел в интернет не вот этот вот негатив и так вся жизнь до сложена на негативе постоянные какие-то проблемы кто-то что-то какие-то отношения выясняет ругаются в мире такая ситуация непонятная тоже и ты вроде бы стараешься все это сделать как-то по-доброму чтобы люди зашли как-то налегке все это посмотрели расслабились но активность проявляется именно тогда когда начинаешь обсуждать все эти проблемы я заметила вот когда мы с мамой тоже записываем какие-то видео где мы с ней разговариваем говорим какие люди вот такие неправильные там или что-то еще воспитание детей когда затрагиваем такие темы сразу же очень большая активность сразу же все такое это вы мне напишите честно если вам нужны вот эти обсуждения горячие вот я только за я могу я могу просто включать камеру и возмущаться и возмущаться особенно мне матери который сидит дома воспитывает детей мало куда выходит в магазин с мужем на свидание я вообще конечно я насчет этих тем я стараюсь не затрагивать именно по этой причине чтобы чтобы вот а немножко люди отдыхали от вот этих всех мировых новостей понятное дело мы живем это не то чтобы я конечно там хотим там не смотрю не наблюдаю я за всем этим наблюдаю я смотрю что в мире происходит я смотрю все новости все что связано с детьми вот этими преступными я тоже возмущаюсь и мы у нас эта тема всегда тоже дома обсуждается иногда и с матом может обсудиться до когда вот уже вот действительно какие-то там моменты просто я стараюсь не выкладывать чтобы вас еще здесь этим не загружать ну вот я например я в телеграме сейчас тоже говорила то что я отталкиваюсь от себя то есть я смотрю вот я когда захожу в интернет я хочу посмотреть не на проблемы людей и посмотреть котел слава богу у меня не так а посмотреть что это такое действительно позитивное что-то хорошее чтобы после просмотра осталось какое-то приятное чувство вот ну не знаю теплота какой-то там то что все в принципе хорошо что все не так-то страшно от того как люди там чем-то занимаются ну не знаю какой-то позитив подчеркнуть ну не знаю видимо люди любят больше когда начинают вот этот весь негатив чик но видимо я уже начну я начну все эти вопросы поднимать посмотрим что из этого получится потому что я вот только молчишь молчишь вроде бы позитив там все дела мир дружбы жвачка по итогу потом люди обратную связь тебе дают не очень вообще я конечно я не хочу там кого-то оскорбить кого-то там пожаловаться там или еще что то я все равно в любом случае я вижу насколько вы активные люди да в дзене в ю тубе я вижу лайки я вижу ваши просмотры я все это вижу я вижу то что у меня канал растет ну просто-напросто бывают такие моменты когда ваша поддержка именно необходима и все куда-то прячутся ощущение как будто бы прячутся да я уже конечно много что сказала в телеграме по этому поводу вот например по поводу рекламы ну вот стоит вы по моему вот уж у кого кого сравнивая себя с другими блогерами по тем же просмотром по тем же показателям в основном у всех каждый день каждые три дня у всех реклама на моем канале столько реклам я не беру хотя это мой заработок хотя это мои деньги наш бюджет до наш наш достаток так как я не в декрете но сижу дома за счет этого я зарабатываю и вроде бы ты к людям понимаешь то что люди уже настолько это надо надоели вот эти рекламные всякие сотрудничество смотреть рекламу вот это все охота перемотать это вроде бы не так много выкладываешь берешь этой рекламы если берут уберу действительно хорошую проверенную до редкий случай когда какой-то товар ну редкий я даже не помню вот сколько товаров я брала на рекламу с кем я сотрудничала вся ну все хорошие но просто все я всем этим пользуюсь и когда выкладываешь особенно когда подключаешь ты к ребенка вот к этому всему процессу и все такие как это тихонечко сидят и меня прям это так это напрягает возмущает я не знаю что у вас в этот момент я обращаюсь к тем людям которые не ставят лайки которые не пишут комментарии вообще никак себя не проявляют что у вас в этот момент играет что зависть я не знаю неприязнь но если зависть неприязнь какие эмоции если негативные то зачем себя мучить зачем вообще сидеть и смотреть на блогера у которого все хорошо в канал на канале да то есть я же позитив выкладываю я не знаю я уже сегодня у меня такое говорю утром почему-то я ругаюсь начала из телеграма потому что там самые адекватные подписчики на данный момент подписчики туда пришли те которые постоянно смотрят и у кого есть телеграм-канал да я понимаю прекрасно то что у многих телеграм-канала нету по причине там телефона или интернет или еще что-то поэтому они смотрят либо здесь либо в день и либо в ю тубе и то есть этого достаточно кому-то не нравится и вот поэтому я подумала все таки наверное я выложу вот это видео отдельным отдельным чтобы немножко вас призвать чтобы вы были более активны благодаря вашим лайкам вашим комментариями говорю если вы не хотите писать например что-то комментарий но вы же можете просто послать какой-нибудь смайлик ну просто оставьте комментарий я же не прошу там вам воды мне какие-то писать или еще что-то просто оставьте лайк то что вы здесь были за чекиниться это так называется сейчас да и то есть и вы меня мотивируете и влога тогда было бы мне кажется намного больше намного намного интереснее не знаю но сейчас наверное видимо надо попробовать влоги делать такие которые немножко затрагивают тему вот я не знаю я вот сколько раз не пыталась вот я с мамой когда обсуждаю чаще всего вот с мамы когда мы обсуждаем вот и всякие разные темы да тогда я записываю выкладываю потому что более культурно выражаемся да то есть мы общаемся когда с валерой я могу там с эмоциями валера вот там дебилы там еще чего-нибудь какие там слова применить да и соответственно уже не так эмоционально все это получается и я понимаю то что и людям это нравится за счет того что это все живое вот так что пожалуйста ставьте лайки пожалуйста оставляйте свои комментарии я благодарна просто всем тем кто оставляет лайки кто став пишет комментарии вы уже как мне семья особенно кто пишет комментарии потому что я вас всех знаю по именам потому что я каждый день вас вижу я понимаю то что вы живые люди я отношусь к подписчикам не так как просто каким-то людям ну вот просто как к людям в интернете я отношусь к подписчикам именно как живым людям поэтому и у меня эмоциональное всегда такое чаще всего влоги настоящие не наигранные ну мне кажется кто за нами давно наблюдает кто давно уже на нас подписан это могут сами поймать увидеть потому что но нереально играть как актер например в какие-то там все хорошо все прекрасно и у нас тоже бывает не все хорошо все прекрасно естественно просто я вам это не показываю я могу тоже сидеть жаловаться на мужа сидеть жаловаться на детей сидеть жаловаться на весь мир как все плохо, как все ужасно, денег не хватает, времени не хватает, опять кушать готовить, ну, ныть, в общем, одним словом, сидеть и ныть, не знаю. Я, конечно, хочу извиниться, если вдруг я кого-то обидела, просто, ну, будьте поактивнее, ну, что вам, у вас палец не сломается, если вы вдруг лайк, нынче лайк вообще дорого стоит, я не знаю, что нужно делать, вот всяких придурков смотреть на ютубе, да, всяких придурков смотреть в дзене, вообще в телеграме, кто бегает голым по улицам или еще что-нибудь, там, конечно, все, и популярные каналы, все на свете, а где ты действительно вкладываешь душу, людям приносишь позиции, людям это не нравится смотреть, вот я это убедилась уже за два года, нужно всегда какой-то перчик, нужно всегда что-то вот именно такое, где обсуждается вот эта вот негативная тема, тогда вот это интересно, я не знаю, может, конечно, есть люди, ну, вот я предполагаю, просто сейчас я записываю, у меня мысли вслух, как бы чужими словами выразить эти эмоции, что ли, ну, не знаю, но кто тогда будет подписываться, тогда у этих людей, получается, их хейтеры, также смотрю у других блогеров, да, вот кто сидит в прямых эфирах, просят денег, они им всем присылают, все нормально, а тут лайк попросишь, и то себя чувствуешь, во-первых, попрошайкой, еще и плюс ко всему ничего не ставится, да, в любом случае, конечно, я вижу, как канал растет, я вижу, как все больше и больше вокруг меня окружает хороших людей, да, у меня очень довольна хорошая аудитория, добрая аудитория, отзывчивая аудитория, в Дзене больше взрослого контингента людей, но также и в Ютубе тоже взрослый контингент людей, и все, мне кажется, взрослые люди, адекватные люди, понимающие люди, ну, мне кажется, это несложно, это не трудно, поставить лайк, и все, вот, чтобы другим людям было приятно, в принципе, как и вам, вы же смотрите влог, наверное, потому что вам это нравится, потому что вы заинтересованы, да, то есть вы что-то испытываете при просмотре, может, мы как-то импонируем, то есть в любом случае, ну, у меня ощущение складывается, то, что все-таки мы вызываем у вас какие-то добрые чувства, позитивные чувства, поэтому дарите позитив и нам тоже, ставьте лайки, ничего больше не прошу, вот такой вот у меня, конечно, сегодня болтливый пусть будет влог, влог ругани, но просто вот действительно накипело, я очень редко так могу себе позволить зайти, высказать, но я надеюсь, то, что вы меня услышите, то, что вы меня поймете, о чем я говорю, да, то есть это не так просто, если вы добрый человек, если вы нормальный, адекватный человек, воспримите всю эту информацию не с негативом, а действительно как просьбу к вам, чтобы вы поставили лайк, чтобы как-то написали что-то, ну, не знаю, ну, вы поняли, что вы объясняете, я не... Все взрослые люди, зачем все это объяснять, да, когда и так все понятно. В общем, я вчера у нас выключили свет, я ничего не убирала, и вот сегодня я уже занимаюсь вот именно вот этим вот разбором полетов, можно так назвать, ругаюсь немножко, возмущаюсь, ну, просто накипело. Еще накипело то, что когда ты выкладываешь что-то такое негативное, большинство, зачем ты это делаешь, зачем ты это делаешь? Вот как раз затем я это и делаю, чтобы люди, которые обычно не комментируют ничего, которые обычно никак не принимают участие, вообще в комментариях, там, в жизни блогеров, я же прошу, я же не то, чтобы там вас не просила бы, да, и вы так раз и мимо прошли, а когда человек вас просит, как-то, ну, мне кажется, ну, не знаю, может, это я так, мне сложно отказать, я всегда поставлю лайк, всегда там прокомментирую какие-то моменты. И когда выкладываешь вот такие вот посты всякие, статьи всякие, видео, когда столько сразу же активности, столько всего денег, если вот, если все, что касается денег, например, кто-то думает, ага, вот я сейчас напишу тут лайк, и она вот на мне заработает, вы знаете, сколько в Дзене я получаю ежедневно? Я вам скажу, 160 рублей в Дзене. Это, это вот разве на, это при таком количестве просмотров ежедневно, при таком количестве лайков, 160 рублей, то есть фактически с одного комментария я получаю один рубль, где-то 5 копеек, может быть, 50 копеек, и просить лайки, и прошу лайки не потому, что я хочу как-то заработать, благодаря вот этим лайкам вашим в Дзене, я имею в виду Дзен, да, YouTube там тоже, там уже рекламы нет, там я уже вообще про него молчу, то есть блогер на вашем комментарии уже явно не заработает, если блогеры зарабатывают, то они зарабатывают именно рекламными сотрудничествами, поэтому чаще всего у блогеров реклама раз в три дня, раз в неделю, кто как, да, смотря какое предложение, и там уже большинство не разбирают, хороший товар, нехороший продукт, они рекламируют, они просто, им они деньги зарабатывают, а здесь вроде бы ты сидишь, стараешься не надоедать людям, как-то более такое, создать канал, атмосферу, чтобы были более такое теплое отношение, семейное отношение, больше семейное, и ты все равно ничего с этого не получаешь, и тогда вот я иногда задумываюсь, вообще есть ли смысл думать о вас, может быть тоже начать вести вот так вот канал, вот как все остальные блогеры, брать любые рекламы, хорошие, нехорошие, а вы там сами разбирайтесь, хорошие, что-то я рекламирую, хорошо, плохо, не знаю, мне кажется, еще немножко, и я точно до этого дойду, и я начну вот негативить, начну ругаться, начну всю рекламу подподряд брать, как бы вы поняли, о чем я говорю, ну я надеюсь на вашу адекватность, на вашу разумность, конечно, то, что вы все-таки поняли, о чем, что я имею ввиду, и что хочу донести, не с какой-то негативной стороны, а именно с доброй стороны, чтобы было и вам хорошо, и мне хорошо, и всем было хорошо, одним словом, так что, пожалуйста, ставьте, с ножом в руках, ставьте лайки, оставляйте комментарии, даже просто, не знаю, смайли какой-нибудь оставьте, вы поможете мне продвигать свой канал, мой канал, видео поднимается, естественно, а то так все, а то так дело не годится, тогда мне придется зарабатывать, так как зарабатывают все блогеры, уже не обращать внимания на аудиторию, а просто чисто зарабатывать, так что я всех люблю, целую, обнимаю, извините, если вдруг я кого-то задела, это я к вам, чтобы вы немножко прислушались и поняли, что я хочу, что я имею ввиду, да, поэтому не обижайтесь, конечно же, это я на вас обижаюсь, то, что вы мне лайк не ставите, в общем, всем прекрасного настроения, всего самого наилучшего, добра, пишите, что вам интересно, какие темы, может быть, затрагивать, может быть, вы хотели бы что-то услышать от меня, там, но я вот об этом не говорю, а вы, вот вам не хватает этого, пишите, я к вам прислушаюсь, да, так что всех люблю, целую, обнимаю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всего вам самого наилучшего,